Сулейман Город Хасавюрт Урожение селения Гагатли Ботлийского района Обращение Чигучиева Гаранту Конституции Неосновного закона Российской Федерации Поддерживаю в основном Но это не первое обращение Представителей общественников Дагестана В правоохранительные органы Российской Федерации Здесь надо внести изменение Не просто обращение, а извещение О преступлениях правоохранительных органов Дагестана И о преступных бездействиях Правоохранительных органов Российской Федерации Было несколько обращений ранее И правоохранительные органы Дагестана Занимаются геноцидом Дагестанского народа Дагестанской молодежи И надо это прекратить И вот этого я хотел бы внести изменения Еще у нас все они гаранты Конституции Вот Владимир Путин Михаил Мишустин Николай Патрушев Вячеслав Володин Игорь Краснов Александр Бастрыкин Александр Бортников Они говорят, что у нас правоприемник Российская Федерация Правоприемник Советского Союза Если они так считают Где наши гарантии Как советского народа И почему они Находясь под присягой СССР Нарушают права и свободы советских граждан Вот этот вопрос надо было туда внести Это идет измен на родине Это 62 статья Так как они служили в советской армии В органах правоохранительства КГБ Путин тоже КГБшник Они приняли Дали советскому государству присягу Правильно? Правильно Присяга дается один раз Вторая присяга не бывает Они не присягнули Российской Федерации Так как это не государство Это правоприемник Советского Союза Как они сами говорят Если они это государство Российская Федерация Правоприемник СССР Это значит РСФСР Почему они не соблюдают права советских граждан Мы граждане Советского Союза Все До единого Для них это означает Вот для всех Вот Путин Михаил Мишустин Патрушев Ну двойное гражданство запрещено Мишустин тоже 62 статья Концепции СССР 64 статья Уголовного кодекса РСФСР Это измена родины Всем Конституция у нас Не основной закон Здесь об этом говорит Чигучиев Это не основной закон Это устав Юридической фирмы Который вот здесь вот Вот юридическая фирма Российская Федерация Мишустин подписал 4 октября 93 года Расстрел парламента РСФСР Вот с тех пор они управляют Ну хорошо 4 октября 4 октября Был расстрел парламента РСФСР Ну расстреляли Армию Переверну В конце В конце сентября Числа я уже не помню Того же года Ельцин был отстранен Конституционным судом По-моему 3 З2 Решение Конституционного суда З2 это З Не решение Это заключение Конституционного суда Ельцин был отстранен От должности президента Верховный совет это поддержал РСФСР Он продолжал Еще Кроме того Он расстрелял парламент Этой страны Государство РСФСР 4 октября Через 2 недели За то что поддержал Ельцина Америка получила 300 тонн Обогащенного урана За копейки Это вот Назовало Постановление Горчер на Мордин Надо создавать Народные советы Участковые Избирательные комиссии Из полкома И заявить Вот мы создали Власть Свою власть Свою народную власть Давайте пожалуйста Вы юридическое лицо Мы вам не доверяем В декабре 24 декабря Ельцин Издает указ Незаконный Он был отстранен Конституционным судом Парламентом Верховным советом Он был отстранен От должности Он расстрелял парламент Арестовал Вице-президента Арестовал Председателя Парламента Хазбулатова В декабре Издает указ 2296 24 декабря 1993 года Указ О создании Доверительного Траста О доверительной Собственности Вот тогда и назначены были Вот эти вот все Управляющие Нашими активами Советских граждан Указельцына Указельцына Там все четко написано Назначены представители Опекуны Попечители Они управляют Нашим имуществом Нашими активами Советскими Как у этот вот Олигархи же есть Сулейман Керимов Один из них Сулейман Керимов Он наши ресурсы Продает Вывозит за границу Удобрения Золото Другое И это все Присваивает Нам дивиденды Не дают они Они им оставили 10% дивидендов Что нам раздали Хозяевам Активам Они не раздают Нам не дают Еще налоги Собирают С нас Создавать народные советы Исполкомы Участковой избирательной комиссии Управления народного контроля Правосоюза Всю полноту власти У нас нет Все Все просто они Разбежались Здесь Обращение О преступлениях Здесь Политических вопросов нет Ну понятно Если мы создадим Создадим наши Советские органы Управления И тогда будут Политические вопросы Ну на сегодня С этим Об этих преступлениях Как остановить Эту мракомиссию Творяя правоохранительными органами Граждан СССР Каким образом Сегодня До восстановления Советской власти Что-то надо делать Это зависит От воли Этого президента Ну И ниже стоящих От воли От их воли Зависит Все Если они решат Это же их Представители Да Здесь нет МВД СССР Как раньше было Есть здесь МВД Российской Федерации По Республике Дагестан У каждого Участкового На корочке Полицейский МВД России По городу Хасавюрт МВД России Нигде МВД Дагестана Нигде нет Участкового Удостерения У него МВД России По городу Хасавюрт Да Совершенно Правильно МВД Дагестана Просто Как советские граждане Они советские граждане Все Они под присягой Советского Союза Все Понятно Мишустин Может быть Он агент ЦРУ Или МОСАД Если он не гражданин СССР А остальные Это все Под присягу СССР Присяга Дается Один раз И все До смерти А что им мешает Вернуть Вернуть свое Все На свое Места Алчность Отсутствие Воли Больше Ничего Они занимаются Обогащением Ну Это же И так И так В их руках Все Государственное Все Советская власть Была преимуществом Над капитализмом От того Что Все Что принадлежит Народу Находилось В руках Государства А у этих Капиталистов Они находятся В руках У людей И государство Ничем не обладает У нас нету Капитализма Нету Да Капитализма У нас нет Понятно Ну а это Все Что принадлежало Народу Находилось В руках Государства А государством Управляли Вот эти люди Которые Снизу Сверху Внизу Перечислены И Это же Им принадлежало И так И так Сегодня Им что мешает Вот это Помашь Вот что Алчность И предательство Измена Родине Это неизлечимо Это болезнь Это болезнь Да Предельно ясно Это болезнь А вы Можете Поддержать Это обвинение Я поддерживаю Я всегда Поддерживаю Вот же Мое Обращение На преступлениях Преступных Действиях А о чем Здесь Говорит О том Что Поставщики Социальных Жизнеобеспечивающих Ресурсов Электроэнергии Газа Не подтверждая Наличие Долга Занимаются Вымогательством Денежных Средств Так Так Как долги Как долги Они считают Что долги Они на самом деле Не долги Это наши Добровольные взносы Вознаграждения За что? За то что Они вымогают Кабы За газ За свет За воду За теплую воду За отопление Под прикрытием МВД Дагестана И под прикрытием Прокуратуры Дагестана Подождите Мы Дома Сжигаем Газ И вы говорите И вы Расходуем Электроэнергию Пользуемся Мы Пользуемся И Ну Пользуемся Не пользуемся Это Придется К словам Не будет Так Скажем Это самое И вы Хотите Сказать Что мы Не обязаны Платить За Пользование Газом Электроэнергии Все Ресурсы Принадлежат Земля Земля Последний день Не отчуждена От советского Народа Поэтому У нас Нет капитализма Причем Земля И газ И летим Из земли Идет газ Из земли Идет Свет Вода Это все Тоже собственность Народа Так Земля Что в земле Что на земле Да Если земля наша Все что на земле В земле Это тоже наше Оно не отчуждено От нас Мы Вот нам назначили Этих управленцев Этих вот Представителей Вот Олигархию Управлять Этими активами А так Земля же У нас Находится Посреди Я собственник Земли Получается Они как воры Жулики Действуют Вымогатели Вымогатели Они Вымогатели Вымогатели Пеньги В хозяев Не подтверждая Не подтверждая Ни одним документом Наличие долга Смотрите Вот В нашем доме На нашей территории СССР То есть В данном случае Здесь Дагестан Дагестанские границы Государственные Республика Автономная Советская Там Не важно Это очень важно Да То есть Каким образом То есть Если мы Республика Дагестан У нас Нету Никаких Прав Если мы Согласились То есть Мы должны Требовать Земля Наша Мы отказались Мы отказались Если Республика Дагестан Мы отказались От земли Ну такого Отказа же Нету Официального Официального Нету И Официального И Мы не заявляем Что мы не согласны Тоже Не извещаем Мы Мы не извещаем Органы Что мы не согласны Мы не создаем Мы не создаем Народные советы Исполкомы Не возрождаем Свою власть На своей земле Чтобы заявить О том Что эта земля наша Да Да Она хотя Официально Официально Она не отчуждена От нас еще Демаркации Государственной границы Была Я слышал Когда-нибудь Не было Не было Таким образом Газ наш То есть Советская Наша Советская Значит Наша Далевая собственность Да Общая долевая собственность Поскольку Мы не создаем Свою власть Народоволосы Да Да Она И ею Распоряжаются Эти жюрики Управленцы Управленцы Да И называют Это как бы Для обмана Что это Российская федерация Якобы Это государство Они так Нам внушают Да Они внушают Нам Документально Не подтверждают Очень интересно Расстрел Расстреляли Они Расстелем Это Недобросовестные Наследники А Вооруженный Захват Если Ты убил Отца untuk его. Ты не можешь стать наследником, добросовестным наследником. Ради наследства если ты убил отца, ты не можешь стать добросовестным наследником. Ты вообще лишен. Вот они. Что и происходит? Сегодня. 32-3 года уже. Так, теперь если земля наша, газ наша, а теперь как заявить об этом, этим юликам? Все счета. Вот они нам представляют для оплаты. Снимают, да, камеру? Вот 810-й код. Это код советского рубля. Код Советского Союза, территории. Все счета, которые они нам говорят, это все счета принадлежат Госбанку СССР. Так, 810-й код, что это такое? Это код территории и код валюты на этой территории. Чтобы государство было, государство, страна, да, вот. У него три признака. Это территория с границами. Признанная территория и границы. Валюта для развития, для экономики. И народ, граждане. Вот три компонента. У государства. Если одного нету, это не государство. Демаркации не было. Итоги второго. Границы есть. Территория есть. Территория есть. Валюта есть. Вот она. Валюта есть. Народ есть. Советский народ. Если мы втроем сказали, мы советский народ, мы народ. Ну да. Пока мы живы, три человека, Советский Союз не рушим. Не рушим. Понятно. Теперь остается одно. Эти жюрики под этой фирмой Российской Федерации обманывают нас, дагестанцев. Пришли сюда. Всех. Это три человека. Они же их в народное собрание избрали. То есть... Нет. 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 Народное собрание республики Дагестанцев как-то... Депутаты. Депутаты. Государственная дума. Народное собрание. Это неизбираемые органы. Они нам внушают, что мы избираем. И учителя подписывая протоколы регулируют. Учитель же регулирует, кто победил. Не народ. Так мы же вроде бы голосовали. Кто голосовал? Кто голосовал? Ты был на участке? Ну, во всяком случае на бумагах прорисовали. Я не был. Это же фальсификация. Это не выборы. Глава у нас назначаемый. Если они продолжат или СССР, где выборы главы? Председателя Верховного Совета. Так. Председателя президента. А чем он является на самом деле здесь? Кто? Он распорядитель бюджета. У него других функций нет. А что это такое? Это бюджет идет. На нас идет бюджет, как вот раньше бюджет давали, например, на школу. Вот школа есть? Да. Мачада. На школу 10 миллионов рублей. Там хоть один ученик, хоть 100 учеников. Надо содержать в школу, обогревать надо, отапливать надо, ремонтировать. А сейчас деньги идут на одного ученика. А на примере Дагестана бюджет составляется точно так же. Бюджет одного гражданина. А кто это составляет? Это составляет бюджет. Вот депутаты пишут смету. По закону депутаты должны составить бюджет. Местные депутаты, сельские депутаты, по закону они должны составить смету. Какие расходы им Их нету. Их нету, да. Потом это идет в Америку. Назначена Американом управляющей компанией. Вот эти деньги идут в Америку. Из Америки возвращается бюджет одного гражданина. И на каждого из нас выделяется 35-40 миллионов рублей. Вот этими деньгами управляет этот... Прошлый год слышало 55 миллионов. Ну это не важно. хоть 100 миллионов. Это не важно. вот эту монету сошли пожалуйста. Америка выделяет для... Так как Верховный Совет был расстрелян, органы управления разбежались, Горбачев самоустранился. Так. Он же самоустранился от должности. Он сказал какие-то там трое подписали. прекращаю свои обязанности быть президентом. И он назначил Америку управляющего этим Верховним комиссаром за СССР. За территорию СССР. От того, что народ шокен, не понимает, что происходит. И это время расстреливают Верховный Совет. Это наверное по указке в Америке делается. Нет, это не Америка. Это произошло еще 15 марта 90 года, когда Верховный Совет СССР избрал президента Горбачева. Вел должность президента. Президент это лицо назначаемое, неизбираемое, его же народ не избрал. Верховный Совет назначил его. назначаемое лицо президента, любой президент, США, Турция, Советский Союз, любой президент, назначаемое банкирами на оккупированной территории. Банкирами управляют в Логовном Расстреляли Верховный Совет, оккупировали СССР, и значит постольку по стольку народ в шоке, лидеров не понимают, народ не понимают, да, народ в шоке, не знают, что происходит и не знают, что делать и не дают знать, что делать и то есть назначают президента, внешнего управления, которого называют президентом. Теперь ему а СССР деньги, банк, это все было вывезено туда за границу, счета были все переведены за границу, превращены в доллары, золото вывезено туда. А где это сейчас? Ну, оно чистится за нами, но где, там крутится у этих банкиров по всему миру, где только их нет. Нам заявили, что вы банкроты, а счета остались. Так, понятно. А теперь сбербанковский, сберкасса, счета тоже остались, так как у нас код действующий, вот этот 80-й, сберкасса, они все, они все деньги есть, они живые, они просто у банкиров работают. Это Лондон управляет банкирами, это всем известно. А управленцы из Израиля. А теперь они так сильно обеспокоены о нашей жизни и здоровье, мы каждого гражданина выделяем. С тех пор оно, как Горбачев ушел, оттуда еще он назначил внешним управляющим США. И бюджет идет, с тех пор идет бюджет на одного гражданина. С Америки? С Америки, да. Какая сумма? деньги туда идут. Какая сумма? 30, 40, 50 миллионов по-разному регионам. На каждого? На каждого гражданина СССР. И кто этими миллиардами, членами распоряжается? Вот Министерство финансов нашей республики, вот руководитель Меликов и любой другой. А, теперь круг за круг. Они не главы регионов. они распорядители бюджета. Распорядители бюджета. То есть в Дагестан поступает на каждого человека? 3 миллиона это сотни миллиардов рублей, да. На 3 миллиона человек. Если 35 миллионов посчитать, в среднем, да, среднем, это могут быть и больше, я точно в этом году не знаю. Но эти деньги реально в Дагестан не поступают? Они поступают в Дагестан, потом обратно туда идут. они же как не поступают? Они идут сюда через бумажные деньги, они не наличные деньги. Наличных денег у нас нет. Билет Банка России не является валютой. цифровые цифровые деньги идут. Деньги виртуальные деньги это списывается. Они идут вот счет же у нас 80-й. Советские рубли идут. Советские рубли А сколько это стоит доллар 1 рубль или сегодня по курсу ЦБ на сайте ЦБ это 2 доллара за 1 советский рубль. За 1 советский рубль 2 доллара. за 100 долларов дают 56 рубли 57 рубли Советские сегодня это да. А эти как называются билеты банка России это 60-70 рублей за 1 доллар. раз дешевле чем советские рубли которые на нас идут. Так как нет у нас счетов других российских счетов Центробанка все крутятся советские рубли. Ну а теперь каким образом это все поставить на свое место? Создавать народные советы народ должен возобновить свою власть и восстановить власть и сказать эти деньги тогда куда поступят? Куда? На дороги на заводы на фабрики Нет из Америки мы восстановим все эти ресурсы которые вывозятся они они за ресурсы вывозятся удобрения металлы нефть газ лес эти деньги они идут в Америку возвращаются как бюджет одного гражданина еще раз разворовывается и возможно и туда идут идут на виноградники в Испании в Италии в Греции на Кипре на яхты на самолеты на лечение наших детей больных детей ну это же 35 миллионов мы вообще сказочные не слышали об этом ну никто не хочет слушать об этом это дурак что его слушает это реально и нам нужно всего лишь создать территориальные избирательные участки восстановить сельские советы и потом исполкомы и это Верховный Совет даже управляющие компании сказать давайте мы создали свои органы управления пожалуйста освобождайте кабинеты я слышал эти организации тоже то что созданы МВД ФСБ Следственный комитет они частные юридические лица регистрированы там в Америке и не являются не государственные органы они они замешают министр Путин замешают замешающий государственную должность президента он ну а ООН которая позаботила в свое время чтобы здесь не было хаоса обратилась в Америку но если мы сейчас избираем в Совете восстанавливаем советскую власть и здесь начиная от сел дальше что будет Америка позаботится Америка она какое отношение к нам если народ сказал свободная воля госбанк действующий вот же счет госбанка СССР вот он госбанк действующий мы возьмем управление в свои руки и все и все и все во всем все так просто и народ боится не верит боится народ да боится народ ну а теперь вот за газ и свет как мне не платить вот ко мне приходит это изучение приходит эти самые как их называют они подтверждают долги кто-нибудь долги подтвердил что значит долги подтвердить вот есть долг бумагу принес он с подписью директора бухгалтера ну да у них есть человек который без печати без печати без подписи просто информационный листок у них это это не документ мне домой приходит там написано там написано и он говорит вот смотрите на счетчик и говорит вот у вас счетчик вот столько вы эту энергию изнасходовали пользовались этой энергией будьте добры платить кому за что вот эта компания назначила этих самых подтвердите что я должен кому-то платить подтвердите пожалуйста документально а что он каким образом это подтверждение должно быть подписью главуха с печатью государственного образца вот это извещение не оплаты должно быть руководитель ну да бумаги юридическую силу дает подпись да и печат да а у них нету ни подписи ни печат вот это документ вот почему это потому что двойная оплата будет считаться это уже открыто они заявляют себя преступниками вымогателями ну а так они когда двойная оплата будет идти двойная оплата каким образом как каким у нас все идет из бюджета газпром получает деньги вот россети получают деньги из бюджета одного гражданина и если они напишут документ еще раз документ с подписью вуккальтера с подписью руководителя это будет уже двойная оплата что вы хотите сказать что за газ и электроэнергию которые мы пользуем уже оплачивается да кто это наше правительство а где наше правительство из него нету управляющая компания вот управляющая компания назвала себя правительством а вот это а где это можно узнать что они оплатили за нас это мы в общем-то мы не должны доказывать кому вы то что вы то не должны доказывать ну понятно а мы же должны знать что это реально раз вы заявляете об этом так скажите мне кто оплатил за нас вот вот бюджетный период 22 24 год там 1500 страниц 1500 страниц бюджет 22 24 год и кто это составил министерство наше финансовое правительство и в этом я нашел вот я нашел так так это скрын из этого что вы нашли там это по коду информация идет вот цифры 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 там нету вот какие-то какая-то сумма на газ на свет там буквы цифры идут чтобы люди не понимали да а потом расшифровка этих цифр идет так вот 58 210 так это означает трансфер из федерального бюджета на бюджетный период 22 24 года они сейчас трехлетний принимают так так на бюджетный период вот 58 210 и не межбюджетные трансферты на проведение капремонта многоквартирного дома за счет средств резервного фонда правительства российской федерации по данному направлению расходу отражаются расходы на федерального бюджета в рамках целевой программы 1 поддержка модернизации коммунальных инженерных инфраструктуры это канализация водоснабжение газоснабжение коммунальная инженерная инфраструктура субъектов российской федерации муниципальных образований то есть это оброчено второе второе еще не все второе создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России оплачиваться вот же из бюджета это это не какой-то там другой вот этого года это все обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской федерации вот и все многоквартирные дома которые сейчас начали строить они строятся за счет наших денег потом из кармана вынимают потом еще дополнительные какие-то взносы фонды потом еще раз нам и продают третий раз подожди все равно дом строят обеспечение здесь написано это я же не я же придумал обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской федерации так вы хотите сказать что вот эти дома которые бум строятся в махаскаре это государство во всех регионах во всех городах абсолютно верно государство строит из бюджета из наших денег да нет там эти дома строят частные лица частные лица за свои деньги а Мишустин тоже частное лицо гражданин Америки ну подожди Шамиров Магомед строит дом ему поручили ему поручили да мне поручили но я копейка не получил ну это ваши проблемы подожди 4 пункт 4 пункт 4 пункт который мы мы плотим мы садака же плотим мы же богатые богатые а почему мы плотим тогда садака подожди 1 минуту подожди 4 4 как ремонт многоквартирных домов это же бум они что только какие суммы там составили 35 миллионов, это же бюджет же, это 35 миллионов сюда идут они, на дороги, на садики, школы, больницы. Ну так слушайте, они назначили своих этих людей. Еще, еще, по данным направлению расходов, также расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, производимые за счет их межбюджетных трансфертов, предоставляемые из федерального бюджета на указанные цели. Я же не придумал ничего. Сулейман, ты мне скажи, я прав или не прав. Вот 87 ФЗ, хотя из этого это все, что я говорю. Подожди, это все для простого народа надо выяснить. Вот есть, как называется эта компания, ТСЖ. ТСЖ, вот ТСЖ, они компанию избрали, они отремонтировали дом. И это отремонтировали, отремонт этого дома, в этом бюджете им выделены деньги за все работы. Тендер, тендер же выигрывал. Да, и таким образом граждане, проживая в этом доме, я, например, проживаю, и за меня вот эти РФовские, вот эти... Вот, вот, доказательства. Все, они оплатили. Да. Теперь они приходят к нам. И требуют нас официально, громко. Нет, неофициально, неофициально. Нет, 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 нет. Там у них нет ни одного документа, и в суде нет документа. Так они судятся, привлекают. Нет, 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 у нас нет правосудия, нет. Ну, понятно. Документ, судья принимает документ без подписи, без печати. Просто написал бумагу. Так. Вот это управляющая ЖКХ. Теперь что? Без подписи, без печати судья принимает, как документ, официальный, юридический документ они принимают. А фактически это не документ. Теперь получается, что... Вот такой пустой лист принимает судья, как документ. А документу юридическую силу дает. Подпись. Вот, вот. Вот подпись ЕСУЧИГУЧИО, вот. Да. Это юридический документ. Да. Официальное обращение. Да. А в судах нету этих подписей. Печати нету, ничего нет. Фальсифицированные документы. И судьи занимаются геноцидом советского народа. Судьи. Главные игроки в этой игре. Главный игрок это судья. Потом МВД. Потом ФСБ. Вот я обратился в ФСБ. Вот. А куда деваются эти деньги, которые Эрехия выделяет на вот эти все цели. И нужны. Афшоры. Афшоры. Это. У Медведева. В Италии. Дворец. Виноградники. В Дагестане. Вильный погреб. Дагестанские деньги возвращаются обратно, как неусвоенные. Каждый год. Ну, подождите. Наверное, они не так возвращаются. Наверное, есть только за механизм возврата. Уже освоенные, обналиченные. Нет. Они же в БДСе заложены на ремонт этих ремонт организаций. Неусвоенные же. Каждый год. Но неосвоенные они не могут уйти. Они, наверное, уходят как освоение. А это второй раз приходит, с нас шкуру убирают. Они не чистые, с нас еще не чистые. Шкуру убирают за вот эти вот социальные жизнеобеспечивающие ресурсы. За ремонт МК до вот этих вот домов. За капремонт. Они снимают добровольные взносы. Никто у нас, никто, никто на территории Советского Союза не платит ни за газ, ни за свет, ни за горячую воду, холодную воду. Не должны ходить. Даже городской вот маршрутки, маршрутки, маршрутки. 50 чем-то этих бесплатно в месяц. Чего? Ну, ты поехал туда на маршрутке, городской маршрутка. Они бесплатно нам. Какие могут быть? Бесплатные. Вот 87-й ПЗ. А кто за нас платит? Бюджет. Наши бюджеты. Бюджет одного гражданина. На эти цели же эти деньги идут. И на оборону, и на оборону. Обороны тоже, оказывается, нет у нас. Ну, конечно, нет. Проварено. Тоже разворовано. Так это же все, как говорится, уже... Вот идут они на яхты. Сюда что нету? Вот в чем весь секрет. За нас управляют эти жюрики. Вот вынесли. Нет, рюриков нету. Рюрики в 17-м году отказались от короны. Это уже мои ощущения. Сегодня управляют этот Лондон. Подпись есть здесь? Это официальный правительственный документ. Подписи нету. Герба нету. Это оферта. Вот такие оферты. Это называется... А что такое? Предложение. Предложение. Нам они предлагают. Хотим, отказываются. Хотим, принимаем. Да, да, да. Перехочешь, не оплачивай, все. Слушай, это же если государство оплатило за... То есть вот эта вот компания, вот эта вот так называемая рефе, оплачивает через Америку эти деньги, получают для того, чтобы нам выделить. И покрыть свои деньги. Вы же еще дивиденды должны получать. Вот дивиденды. Вот, ФЗ 87. Это наши дивиденды. Ежемесячно 464 рубля. А слушай, нас не за Митурска, говорится. Советского рубля. Советского рубля. Не этот рубль, который тот, который 900 долларов, они ежемесячно нам должны. За 30 лет. Должны были. Но не дают же. Так почему не дают? Потому что... Мы не создаем в своем власть. Мы признались, потому что мы признались, что мы рабы. Мы не признались. Мы отказались от советского гражданства. Так нам не отказались. Давай остановим 100 человек, на дороге остановим 100 человек. И спросим, он Советский Союз хочет, он скажет нет. Вот этим и пользуются они. Ну хорошо. А что имеет... Это все имеет только советские граждане? Значит нет. Ну для советских. Вот это 87-й. Все это для советских граждан. Тогда еще у нас были паспорта советские. Мы были советские. Потом они подменили, типа забрали советские паспорта, они сказали, что мы добровольно принесли им, а выдали российские паспорта. И подменили, что советских нету и выплат нету. Понимаешь? Теперь нам надо сказать, чтобы не платить за газ и ток, надо сказать, я гражданин СССР, вы меня обманули, к чертовой матери. Это не обязательно. Это не обязательно. А как? Это докажи вот факт наличия долга, что я должен платить. Документ дай мне. Печатью, подписями? Буквальтерского учебного, финансовый документ, строго учетный документ. Хорошо. Пронумерованный. Обожите, обожите. А получается эти деньги, которые они собирают и официально кричат, вот мол, миллиарды за газ должен на Дагестанте. Да, да, да. Это что, получается вранье? Вранье. Это мошенничество, вранье. Ну так надо? Вот же, вот же, законы говорят, не я говорю, вот законы, вот они. Вот они. Сулейман, конец этому ставить может только народ, как я понимаю. Народ, да, заявить должна она народ, что она советская, советские, ну да. Мы граждане СССР. Советский народ, да, советский народ. Да. Да, советский народный совет. И на местах создают инициативы советы, райисполкомы, гореисполкомы. Большинство хотя бы, большинство должно. Большинство в районе. Большинство районов. Сулейман, я убежден, что об этом народ не знает. Я позабочусь, чтобы вот это вышло в эфир. И убежден, народ проснется. Ну, это, это, это в их интересах, в интересах детей мы уже потеряли, считай, детей у нас уже нету. Почему? Мы должны спасти своих внуков, так как они отказываются от всего этого, от своей земли, отказываются. Так нет, они не знают этого, нам не дают знать это. Слушайте. Вот то, что вы говорите, даже для меня абсолютная новость. Как это так? Я столько денег бухаю, у меня вся пенсия уходит на газ и ток. Я же не придумал это все. Каждое слово, что сказано мною, вот здесь подтверждено фактами, документами, решениями судов. Хвала Аллаху, что есть такие люди, которые разбираются в этом и пытаются пробудить народ. Ну, не только пробудить, мы должны спасти своих внуков, они ничего не знают, ничего не понимают. Ну, так это и мы. Дети-то, дети-то, они более-менее понимают, они вот, они этими машинами, этими вот, этим вот, палмовым маслом, который у них в холодильнике, которое их убивает. Они пользуются этим и довольствуются, они балдеют. Ну, так. А внуки-то, правнуки-то, они не думают. Ну, Сулейман, по поводу палевого масла и прочего удобрения и кормушки, которые нас кормят, как скот, это уже отдельная тема. И эти уколы, и эти все, и эти 5G, это же все приготовлено на масло уничтожения людей. Ну, это идет продолжение плана ОСБУ. Видимо, это вот, это вот из Америки, которые нам, на наше содержание идут деньги. Нет, 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 тут главный герой, они нам внушают Америка, Америка, Америка. Америка сама колония Лондона. Лондон всем этим управляет. Хозяев они, заказчиков они не называют нам. А Америка дубинка в руках Лондона. Понимаешь? Ну, так нам надо сказать сегодняшний. Да. Мы люди, граждане СССР. Да, мы народ. И народ, и мы избираем для себя свой власть. Свой парламент. Свою власть, свой парламент. Своя глава. Или как он будет? Председатель президиума Верховного Совета, да, СССР. Парламентская республика должна быть у нас. Да будет так? Еще раз. Спасибо, Сулейман, за интервью, за исчерпывающие ответы. И, пожалуйста, будьте любезны. Я ничего не придумал. Здесь все на основе закона, буквы закона. Если мы будем по-советски, так тоже могу. То есть, для этого. Если мы находимся под управлением, под угнетением в этой Российской Федерации, мы должны говорить про их законы. Им, нашим, у которых служат полиции. Пожалуйста, повторите. Что Российская Федерация является или не является? Как она там? Нет, она не государство. Это управляющая компания. Вот отсюда все беды наши. Да, да, да. Они нам не выплачивают дивиденды. Да, если бы они соблюдали бы законы, все наши, которые вот здесь указаны в письме на ПСБ, если бы они соблюдали эти законы, мы бы жили лучше, чем в Дубае. Мне говорят, вот приходят полицейские, езжай в Дубай. Почему я должен ехать в Дубай? Ты езжай, и кто тебе это говорит, езжай в Дубай. Я на своей земле нахожусь. Я никуда не уеду. Все в наших руках. Все в наших руках. У нас неплохие законы. У нас самые лучшие законы. Их не соблюдают судья, полицейский, прокурор. Вы имеете в виду чьи законы? Российской Федерации. У этой фирмы. Да, да, да. Ну а зачем нам эти фирмы законы? Даже эти не соблюдают. Пока народ спит, надо заниматься получением своих дивидендов и создавать условия, достойные условия для жизни. Мы хозяева, мы суверенны. Для этого мы должны заявить себя, гражданам Международного Союза, чтобы мы были хозяевами. Да, да, да. На нашей земле. Без земли это раб. А теперь немножко об этом паспорте. Что они нам дали? Это же у нас паспорт на руках. Это же я же гражданин СССР или России. И что там написано же в паспорте? У нас государственный язык это русский язык. Да. Правильно? Да. И каждый документ должен быть написан по правилам русского языка. Да. По правописанию. Да. Вот нам сучили вот этот паспорт с заглавными буквами. И это не подтверждает гражданство. Что это паспорт, он не подтверждает гражданство Российской Федерации. Почему? Потому что Российская Федерация не является государством. Ну там на первой странице написано. Ну это написано. Гражданин России. А вот там что написано? Порасшифруй ее. Паспорт гражданин Российской Федерации. Ну. Это билет нам, дорожный билет, нам пропуск ездит по территории. Как дали нам, как иностранному этому, как он, мигранту, мигранту. Мы на земле находимся, на своей земле, как мигранты. Так. А это заглавные буквы, это означает, что мы товар для них. Товар. Не человек, он не подтверждает ни гражданство, ни человек. Большие буквы не написано, да, на самом деле. Очень большими буквами. Так называют товар, корабль, спутник, ракета, танк. Все большими буквами. Да, да, да. У нас государственный язык, русский язык. И здесь, если бы был документ, он настоящий. Заглавные, через заглавную букву. Заглавная большая, потом маленькие. Ну по правописанию. А здесь нет этого. Нет. Если мы идем в суд с ламинированной бумагой, вот ламинировали, вот документ, да, вот. Они не принимают, это говорит, не документ. Да. А это ламинирован. Вау. И что? И что, и все. Это не документ. Вот печат. Миграционная служба. Здесь миграционная служба и все. Почему мы мигранты на своей земле? А как должно быть? Они внушили нам это. А как должно быть? Здесь должен быть гербовый печат. Чей? Вот Российская Федерация, СФСР, гербовый печат. Ага. Ну не РФ. Не РФ. Правоприемники СССР. Если бы был паспорт настоящий, гербовый печат был. И его должны давать органы внушения сделок? При исполкоме. При исполкоме. При исполкоме. Раисполком. Они какие-то мошенники выманили у нас эти паспорта и подсунули нам вот этот бурдюр. Документ дает юридическую значимость, подпись. Ну там же есть подпись? Там нету, расшифровки подписи нету. То есть там должно быть у меня имущество? Кто выдает? Должность, звание. Расшифровка подписи. Господи, если что-то творится-то за кое-то. А его нету здесь. Кто выдал? Какая-то баба Дусе. Ну теперь мы же не граждане СССР получается. Не, мы граждане СССР. Нам внушили, что вы граждане Российской Федерации, чтобы мы отказались от этих ресурсов. Для этого они нам подсунули эту ерунду. Мы не отказались. Ну да, но обманным путем забрали паспорта. Ну теперь нам как вода и воздух необходимо свою власть. Из полков. Из полков. Из полков, да. Ну хвала Аллаху, что есть люди в Дагестане, которые занимаются этим. Ища Аллах, народ поймет это. Потом регламент у них по выдаче паспортов. Регламент. Там четко написано, какая должна быть печат, какая должна быть подпись, расшифровка подписи. И как должно быть написано вот здесь вот. Как свидетельство о рождении. По правописанию. Ихний регламент даже нарушен. Собственный регламент нарушен. МВД. По выдаче паспортов. Еще много здесь этих-то. Много. А вот там один листок отсутствует. В середине там порвали. Удаляют один листок. Что это за удаление листа там не хватает? В паспорте. Не, они убрали, видимо, договор. Я здесь. А где он убрал? Регистрирован. Регистрируют этих мигрантов. Временно регистрируют мигрантов. Это тоже временный документ. В 2017 году у него срок закончился. Сейчас идет новый его траст. Вот новый, Мишустинский. По нему у нас уже не будет этих паспортов. Будет электронный паспорт. Биометрия. Ты смотришь в камеру. Свою снимают. Камера снимает. Это уже как скотт пошел, да? Да, как скотт. И это уже не граждане СССР. Это 5G. 5G. Да, да, да. Уже все. Окончательно все. И с 1 апреля даже они собираются ввести цифровую валюту. Даже этих билетов у Банка России не будут. Ну так надо отказаться от всего этого? Ну да, отказаться надо от банковских карт. Это очень сложно. Тяжелый вопрос. Ну, их выбор это. Мы же не можем всех взять, одеть аркан и заточить, выдавать советские паспорта. Это добровольно должно произойти. Осознанно. Ну, а если я советский гражданин, у меня какое, что я имею, например, как советский гражданин? Какие-то счета, деньги, как гражданин СССР. Если бы ты был гражданином СССР, вот. Вот там, говорит, Сталин, какой-то запас нам оставил золотой и валютные счета. Да, земля же, земля. Главная ценность это земля же. Ну. Что в земле, что на земле. Это все общедолевой собственности перенадлежит нам, советскому народу. Ну, поэтому, помимо этого, еще какая-то рейка там. Нет, там вот родился ребенок. Ему вот взвешивали его. Да. Вот этот, закладывали в его этот вот, какой вес у него, там, 3 килограмма. 3 килограмма золота. На каждую советскую гражданину? Да, 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 для человека, человека. Ну да. Человек рождается человеком. Да, человек. Потом он, когда получает паспорт, уже гражданин. Вот те деньги, те деньги, которые там 3 килограмма золота, переходит на паспорт. Это уже счет твой. Уже идет расход, не 16 было, а сейчас 14. Уже идет на образование, на медицину. Страхования не было. Поэтому это в советское время все было бесплатно. Строительство дорог, заводов, фабрик. Ежедневно Сталин открывал по 3 завода. Не такие вот 100 рабочих или 200 рабочих, там 1000 рабочих, где работало 50 тысяч человек. 40 тысяч человек, 100 тысяч человек. Все в руках граждан СССР. Это все было наше, советское время. Теперь эти граждане СССР, они эти счета сохранились? Сохранились, вот же. Вот 70-й год. И деньги находятся там, за границей, да. Они все нетронутые, все они там лежат. Ну разворовываются. Их столько вообще, они даже не смогут это разворовать. Они же еще заново продают же металлы, веса. Работают, они, наверное, их обороты усилили. Работают, конечно. А счет сохраняется. Конечно, счет есть, все у нас. То есть каждый гражданин сегодня имеет огромные, большинственные деньги. Там цифры, 20-значные цифры, даже больше, наверное. Сберкассы же были, вот по 100 тысяч деньги там были у моих родственников. Многое из Беркассов. Они действующие, они сохранились. Их просто сказали банкрот и все. Мошенник пришел, Атару забрал. Атару. Мою Атару забрал, пришел мошенник. Дай-ка тебе продал. Пошел на рынок, продал Атару и убежал. Деньги, говорит, не дал тот мне. Но Атар же остался. Но долг же за ним остался твой. Атары нету, Атара ушла там управлением. Таким образом? Атара ушла к ним. Они его продали. Деньги-то не вернули они. Долг-то остается за мошенником. Долг же остается. Да. Каждый советский гражданин. Если ты не простишь. Если простишь, религия говорит, надо простить. И ты будешь в раю. Нет, в данном случае слишком большая сумма. Да, да, да. Это большая сумма. Каждый гражданин, если имеет такой счет и такие деньги, мы опять можем... Но считай сколько? 60 лет 3 килограмма золота. Сколько он, если укрутить там? Ежегодно 4 процента. Хотя бы. Давай на этой ночи закончим пока. Посмотрим, как это самое. Но нам нужно, как сказать народу, прослитесь. Вы очень богатые люди. Чтобы вернуть себе это, вы должны стать... Не столько, у нас земля есть, даже не надо трогать. Они, мошенники, украли там, да, это деньги. Земля есть у нас. Надо вернуть управление землей. В земле на тысячу лет этого золота, этих денег. Деньги мы будем... Это бумага, всего лишь бумага, деньги. У нас забирают землю. Она признанная. Забрали уже. Каким образом? Земля, земля, нет. Официально она не отчуждена, но народ же там не работает. Там какие-то олигархы строятся побережье где-то вон. Где-то там две коровы чьи-то пасутся, дачи строят. Это, говорят, моя земля. Колхозы, молхозы разрушили. Колхозы разрушили, да, колхозы разрушили насильно. Насильно. Приходили из районного управления, говорили, не переименуешь, не получишь дотации. Я это помню. А земля была... И все-таки мы сами себя губим, да? Да, да, да. Не только мы, мы тоже... Сами себя? Внуки наши, у них нету права на жизнь. Понимаешь? У внуков наших. Право на жизнь они отнимают. А что это означает? Право на жизнь нету, у внуков. Нету, потому что они уже в рабство. Мы свободный народ. Мы хозяева земли. А это превращается... Если землю забрали, ты раб. Но мы же имеем возможность сегодня вернуть эту землю и доказать. Если волю наберут, воля соберет один кулак дагестанский народ. Из Дагестана и начнется возобновление СССР. Потому что Дагестан единственная республика СССР, кто не объявил суверенитет. Что они независимые. Все республики объявили. В том числе РСФСР. Ну а что здесь сейчас? Катарстан. А Дагестан не объявила. А зачем нам? Нет. В составе РСФСР, в составе Российской Федерации у нас ничего не будет. Это не государство. Как они говорят. Ну и в РСФСР будет у нас СССР. РСФСР тоже не будет. РСФСР, РСФСР. Если мы власти, управление РСФСР восстановим. Да. Потому что русские отчин, они уже их нету. Надежды на них очень мало. Они все ждут нас. На нас смотрят. Ну без русского народа, старшего брата, вряд ли у нас все получится. Они смотрят, они на нас смотрят. Все смотрят на нас, на Дагестан. Ну что же. Все. Застучиваем рукава и начинаем восстанавливать свое гражданство и власть народа. Гражданство есть у нас. Ну так надо выкинуть эти фальшивые паспорта. Надо получить свои по гражданству. Это документы. Это документы. Ну. Как он называется? Веждок по преступлениям. Совершенно правильно. Вот. Веждок. Надо писать в райотдел, начальник вручит заявление или извещение о возбуждении уголовного дела, кто подделал твой документ, кто тебе выдал фальшивый документ, несоответствующий. Это глубокие корни. Это каждый должен. Но он должен оставить этот паспорт, этот веждок. Для этого мы должны восстановить советскую власть и исполком. Комната. Продолжение следует...